Я не могу об этом не сказать. Это доклад натовских аналитиков относительно того, что российский КВН, клуб веселых и находчиков, является инструментом, цитирую, политической стратегической коммуникации. Дословная цитата. С одной стороны, конечно, смешно, с другой стороны, все это, конечно, весьма закономерно и демонстрирует всю идеологию альянса в решении стоящих перед организацией задач. О чем мы говорим? Какой там химический терроризм? Какое распространение оружия массового поражения, незаконное среди экстремистов и терроризм? О чем вы говорите? Найдена угроза, клуб веселых и находчивых. Вот чему уделяют время аналитики НАТО. Я не верила, не поверила бы никогда в жизни, что такое возможно, но вот это наша новая реальность. Вот эти традиционные истории, которые связаны с агрессивными русскими, с нашими подлодками, нашей многомиллионной, абсолютно непредсказуемой армии, и армии хакеров в том числе, видимо, просто все с большим трудом находят благотворную аудиторию на Западе, и поэтому нужна какая-то диверсификация в подходах. Вот эта диверсификация, она состоялась. Выход был найден весьма оригинальный, теперь новой угрозой, новым вызовом миру стал юмор. Это новое секретное оружие в арсенале коварных и вероломных русских. Но, собственно говоря, как еще заставить налогоплательщиков, а может быть даже и недоплательщиков, в бюджет НАТО изыскать средства из бюджетов различных стран. Нужно придумать все более и более изощренные угрозы, которые исходят с территории нашей страны. Вот, кстати, говоря о бюджетах, у меня один вопрос. Сколько стоил этот анализ? Может, мы в следующий раз просто поможем? У нас есть смех и панорама. Евгений Ваганович выступает регулярно. Мы просто можем как бы сами что-то подсказывать, направлять материал, где-то что-то переводить. Почему нет? Вот, вы знаете, это, конечно, все смешно, но я просто хочу вам привести цитату из заявления министра иностранных дел Латвии, господина Ренкевича, от 2014 года. Он заявил, что не хотел бы, чтобы мероприятия, связанные с культурой, а вы знаете, что на территории Латвии как раз проводились мероприятия именно такой направленности. Так вот, он сказал, что не хотел бы, чтобы мероприятия, связанные с культурой, не смешивались с политикой или вещами, стоящими вне культуры. 2014 год. Цитата свежая. Вопрос. Если страна НАТО, Латвия, два года назад заявила устами своего министра иностранных дел, что не надо путать культурные мероприятия с политическими мероприятиями, и никогда не говорила о том, что у них есть сомнения в политической ангажированности и направленности, а уж тем более угрозе таких мероприятий, как КВН, Новая волна, откуда НАТО вытащило вот эту идею относительно того, что это оказываются информационные угрозы. То есть, понимаете, если сама страна, член НАТО говорит о том, что не надо путать политику и культуру, это культура, искусство, развлечения, шоу-бизнес, поп-культура, и тут же Альянс говорит о том, что это создает угрозу, кому верить, кто из них врет. Что я могу сказать, завершая вступительную часть? Артур Пирожков наставил НАТО Рожков. Вот другого у меня просто нет комментариев на эту тему. Что ждать еще от Альянса? Просто даже страшно представить. Я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Вот это, наверное, нечутка. Представитель ООН США сказал, что после того, как есть такой скандал, что будто русские хаклипы, они участвовали на слома сайта Yahoo, что вот сейчас мы должны сказать, что Россия, это действительно для нас очень большая опасность. Что мы можем сказать про это, что она сказала при всех сайтах ООН? Чтобы большая опасность. Я видела, что по спред США заявила, что Соединенные Штаты, или представители Соединенных Штатов не должны доверять России. Я видела вот это. И что я могу сказать? Когда люди не доверяют, это комплекс. Ощущение того, что ты кому-то не доверяешь, оно может быть преодолено, когда ты проверяешь. То есть можно остаться в вечном недоверии и жить вечными фобиями. Но еще раз говорю, это демонстрация комплексов. Можно идти путем сотрудничества и взаимной проверки друг друга. И этот путь прописан в международном праве, в двусторонних договоренностях, в двусторонних декларациях. И никто от него не отказывался в Российской Федерации. Поэтому какие есть проблемы? Сотрудничайте, взаимодействуйте, разговаривайте, и вы избавитесь от вашего комплекса. Мне кажется, так работают психоаналитики. Еще есть один такой аспект этого вопроса. Недоверие к России когда вызвано? Когда мы кого-то предавали или когда мы кого-то обманывали. Да, мы не позволяем обманывать себя. Мы не позволяем исторически себя порабощать. Мы также исторически не позволяем себя завоевывать. Это точно. Но обманывать? Да, пожалуйста. Анна Усанова, информационное агентство «Москва-Баку». За последнюю неделю вопрос на Горно-Карабахского регулирования находился в центре внимания на самом высоком уровне сразу в ряде стран, в ряде нескольких стран. Вопрос обсуждался в России. Президент во время переговоров президента Путина со своим турецким, а затем и армянским коллегами обсуждался он во Франции, поскольку были визиты президента в армии, а затем Азербайджана. И обсуждался в Азербайджане. Были переговоры президента с председателем минской группы. Вот о чем свидетельствует то, что данный вопрос достаточно регулярно поднимается. И второй вопрос, если можно... Я не очень поняла вопроса. О чем свидетельствует, что вопрос этот обсуждался? Вот последнюю, только в последнюю неделю, да. Он обсуждался на самом высоком уровне. Мне кажется, он свидетельствует только об одном, о том, что он обсуждался. О том, что предпринимаются активные усилия, в том числе международные, по решению этой проблемы. Хорошо. И второй вопрос, если можно. Просто об этом мы говорили, как вы говорите правильно, на разных уровнях и в разных странах. По итогам переговоров на многочисленных пресс-конференциях, в ходе многочисленных интервью. Поэтому здесь никто ничего не скрывает. Все контакты открыты и очень обильно снабжаются информационно. На одном из недавних брифингов вы достаточно тепло говорили о после Азербайджана по Азипе-Любюляглы. На днях Азербайджан выдвинул его кандидатуру на пост гендиректора ЮНЕСКО. Как Москва может прокомментировать это? Это суверенное решение Азербайджана. Вы поддержите кандидатуру? Я могу вас по этому вопросу дополнительно информировать чуть позже. Да, пожалуйста. Мне кажется, вы меня сейчас спросите о после Армении в России. Отнюдь. А почему? Потому что у меня есть другой вопрос. Что касается посла Армении в России, вы потом мне об этом скажете. Значит, буквально накануне годовщины Крымской весны, третьей годовщине, с чего вы начали в Риквине, стало известно, что турецкая сторона прекратила морское сообщение с Крымом. Перестали они принимать и отправлять паромы и другие морские суда. Некоторые эксперты назвали это очевидным антироссийским демаршем, потому что тем самым присоединилась Турция к той блокаде Крыма, которую осуществляется известным кругом стран. Как это может сказаться на процессе нормализации российско-турецких отношений? Процесс нормализации предполагает возможность обсуждения всех сложных вопросов. Это сложный вопрос, и мы его обсуждаем с турецкими коллегами. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении, когда проблемы и проблемные вопросы можем и должны обсуждать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok